Беседа 37.326. Деяние 17.1. Прошедший через Амфиполь и Аполлонию, они пришлись в Салонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писания, открывая и доказывая им, что Христу набежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. Опять они проходят в малые города, но поспешают в большие, из которых как бы из какого источника слово могло распространяться в соседние города. По обычаю своему Павел вошел в синагогу иудейскую, хотя он и сказал, что мы идем к язычникам, но не оставил и тех, потому что питал к ним великую любовь. Послушая в самом деле, что он говорит, братья, желание сердца моего и молитву моя к Богу об Израиле во спасение, и молился бы я, чтобы самому быть отлученным от Христа за братьев моих. Он делал это как ради обетования Божьей и славы Его, так и для того, чтобы в противном случае не соблазнились ельнины. Видишь, что он прежде всего проповедует о страдании, так апостолы не стыдились этого, но были уверены, что это спасительно. И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из зеленых, чтущих Бога великое множество, так и из знатных женщин немало. Только сущность беседы изложил писатель. Так он немного речил и не везде излагает целые речи Павла. Но неуверовавшие иудеи, возревновавшие и взявши с площади некоторых негодных людей, собрались с толпой и возмущали город, и, приступивши к дому Иосона, домогались вывезти их к народу. Не нашедшие за их, повлекли Иосона некоторых братьев городским начальником, крича, что эти всесветные возмутители пришли не сюда. А Иосон принял их. И все они поступают против повелений Кесаря, почитая другого царем, Иисуса. О, клевета! Опять обвиняют и в государственном преступлении. И встревожили народ и городских начальников, слушавших это, но сие, получившие удостоверение от Иосона и прочих, отпустили их. Удивителен этот муж, подвергший опасности себя и спасший их. Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силы в Зерию, куда они, прибывши, вошли в синагогу иудейскую. Здесь не были благомысленности с Солонихских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Благомысленности, то есть более послушные. Смотри, они не просто, но тщательно исследовали Писание. Это именно и означает, рассуждая, желая из них более удостовериться касательно страдания Христова, так как они уже веровали. И многие из них уверовали, и из еленских почетных женщин, и из мужчин немало. Но когда все салонихские иудеи узнали, что и вере проповедано Павлом, Слово Божие, то пришли туда, возбуждая и возмущая народ. Тогда братья-точец отпустили Павла, как будто идущего к морю. А силы и Тимофея остались там. Смотри, как он и отступает, и опять наступает. И многое делает по-человечески. Сопровождавшие Павла провожали его до Афин и получили приказание к силе Тимофея, чтобы они скорее пришли к нему, отправились. Но обратимся к вышесказанному. Хорошо, потому что они не были заняты, что вошли в субботу и рассуждали о Писании. То же делал и Христос, получая часто из Писаний, и не всегда посредственно знамений. Так как они противились ему и клеветали на него, как бы на обольстителя и разворотителя, то он и беседует с ними из Писаний. Кто старается убедить посредством одних только знамений, тот легко навлекет на себя подозрения. А кто убеждает из Писаний, тот не подвергается такому подозрению. И мы видим, что он часто убеждал посредством учения. В Антиохии, когда он учился, собрался к нему весь город. И это великое дело. И также знамение. И при том немалое, но весьма большое. А чтобы апостолы не думали, что они сами собой совершали все. Для того Бог попускает им быть гонилыми. Отсюда происходило два блага. Они не высокомудрствовали, как бы преодолевая все сами собою. И с другой стороны, не страшились, как бы виновные в чем-нибудь. Так по устроению Божьей было и то, что они призывались с места на место. И уверовало, говорит Писатель, от добрых еленов множество и женщины почетные. А иудеи противились. Почему же тот, кто говорит, что мы шли к язычникам, к необрезанным, беседовал с иудеями? Он делал от избытка ревности. Если же нужно было беседовать и с иудеями, то почему он опять говорил, что споспешистывающий Петру у обрезанных споспешистывал мне у язычников? Как те апостолы беседовали с язычниками, хотя были посланы к обрезанным, так и он более беседовал с язычниками. Но не оставлял и иудеев, чтобы не показалось, что они разделились. Почему же, скажешь, он наперед входил в синагоги? Он убеждал язычников через иудеев. Тем, о чем беседовал с иудеями. Он знал, что это особенно располагало язычникам к вере. Потому он и говорил, потому что я есть апостол язычников. И все послания его направлены против иудеев. Как Христу, говорит, подобало пострадать. Если он избежал пострадать, то и воскреснуть. Первое гораздо удивительнее последнего. Если Бог ни в чем не повинного Христа предал на смерть, то тем более справедливо, что он воскресил его. Не покорившиеся иудеи, говорит писатель, опять же стали гнать апостолов. Следовательно, здесь было больше еленов. И принимают некоторые, потому что иудеи считали себя недостаточными для возмущения народа и не имели основательной к тому причины. Они всегда производили это с шумом и при помощи негодных людей. И нашли, говорит, и повлекли Яссона. О, насилие! Повлекли их прямо из домов их. Так как они не говорили ничего противного закона, мы не возмущали города, то обвиняют их в другом государственном преступлении. Но чего вы страшитесь, если Христос умер? Смотри, как гонение везде служит к распространению проповеди. И вот, говорит, многие благороднейшие живущие в Фессалонике, то есть никакого зла апостола, не делали, а не уверовали. А те поступают напротив, производя возмущение. Опять здесь веруют елены. Заметь, что они удалились по предусмотрительности, а не по страху. Иначе они перестали бы проповедовать, и тех раздражали бы еще более. А теперь произошло два блага. И неистовство тех прекратилось, и проповедь распространилась. Достойно бесчини иудеев выразился писатель, сказав, что они пришли и туда, и возмущали народ, и тем изобразив их неукротимое неистовство. И тотчас братья отпустили Павла. Идти, как бы, к морю. Здесь они отпускают одного Павла, потому что за него опасались. Чтобы он не потерпел чего-нибудь, так как он был их главою. Так не везде действовала благодать, но оставляла им действовать. И сам им по-человечески возбуждая их, и располагая их бодрствованию и вниманию. Смотри. Она избавляла их от опасности, да Филипп. А от этого места уже нет. Так и следовало. Где был Павел, там нужно было быть и им. Хорошо, что они приведены были Богом в Македонию, так как Греция была уже славной. Притом Павел делал иное с избытком. Христос поверил проповедникам жить от благовестия, а он не делал этого. 1 Коринфянам 9.14. Христос не посылал его крестить, а он крестил. Видишь, как он был равноспособен на все. Петр пошел к обрезанным, а он к язычникам. К многочисленнейшей части. И вот они, говорит, повлекли от Иосона, били. А теперь свои отпустили их. Смотри, как Иосон, дав довольно, избавил Павла и таким образом положил за него душу свою. Город был большой, и в нем были негодные люди. Нет ничего удивительного, что в большом городе были худые люди. Весьма естественно быть худым людям в большом городе, где так много случаев к бесчинствам. Как в теле, когда болезнь делается сильнее, то находят в себе боли, материалы и пищи, так и здесь было то же, что и в иконе, и что бывает и теперь. Павел удаляется, чтобы они, иудеи, остались виновными, погибли в других, но не обращенных. Почему Павел говорит, возбраняет нам говорить, язычникам, 1 Фисловикистин 2.16. А почему, скажешь, они не остались здесь? Почему не совершили знамений? Если Павел оставался довольно времени там, где был побиваем камнями, то тем более мог остаться здесь. Почему? Богу не было угодно, чтобы они постоянно совершали знамения. А если гонимые побеждают без знамений, то это есть не меньше знамения, как и совершать знамения. Как теперь Бог побеждает без знамений, так точно он часто благоволил побеждать и тогда. Апостолы не прибегали к знамениям, как и Павел говорит. Мы же проповедуем Христа распятого. Ищущим знамения и премудрости мы сообщаем то, в чем иной не мог бы убедить и при помощи знамений, и убеждаем. Это и есть великое знамение. Когда же проповедь распространялась, то смотри, как часто они прибегают к знамениям. Для верующих следовало совершать больше знамений, нежели для прочих. Потому они и совершаются. Впрочем, апостолы совершали их тогда, когда уходили и приходили. Отпустили, говорит писатель Павла, идущего как бы к морю. Для чего? Чтобы иудеям нелико было взять его. Таким образом, отпустившие Павла сами по себе могли сделать нечто великое. А с ним сделали бы и успели бы еще более. Но они хотели пока избавить его от опасности. Смотри, какую заботливость проявляли все ученики о верховных апостолах. Не так, как мы теперь. Мы, которые отделились друг от друга, разделились на великих и малых. Одни превозносимся, другие завидуем. Эти завидуют, потому что мы надмиваемся и не хотим равняться с ними. В теле нашем есть согласие, потому что между членами его нет надменности. А нет надменности, потому что все члены по необходимости имеют нужду один в другом. Голова имеет нужду в ногах, а ноги в голове. И между нами Бог устроил то же самое. Но несмотря на то, мы не хотим равняться с другими. Хотя и без этого следовало бы иметь любовь между собою. Не слышите ли, как и внешние язычники осуждают нас, когда говорят, дружба полезна. Миряне имеют нужду в нас, а мы существуем для них. Так не было бы ни учителя, ни начальника, если бы не было учащихся и подчиненных. И не явили бы они дел своих, потому что не могли бы. Как земля имеет нужду в земледельце, и земледелец в земле, так и здесь. Какое воздаяние получит учитель, если он не может показать наученных им? Какое и учащиеся, если они не пользовались подобным учением. Таким образом, мы равно имеем нужду друг в друге, начальники в подчиненных, настоятель в послушниках, начальники существуют для других многих. Никто ни в каком деле не может ограничиться самим собою. Нужно ли будет рукополагать или давать советы и мнения, но получает большую честь от собрания и множества. Например, Бедные имеют нужду в подающих, а подающие в приемлющих. Да разумеваем друг друга, говорит апостол, будем поощрять к любви и добрым делам. Потому много может общения с церковью, и кто не может сделать чего-либо сам собой, то сделать вместе с другими. Потому-то здесь особенно совершается потребная молитва о вселенной, о церкви во всех пределах, о мире, о находящихся в опасностях. И Павел выражает это, когда говорит, чтобы от лица многих по премножеству быть благодарным за всех вас. То есть, чтобы воздана была благодарность многим. И часто он спрашивает себе молитв их, 2 Коринфянам 1.11. Посмотри, что и Бог говорит о неневитянах. Мне ли не пощадить города сего, в котором живут множество, более чем 120 тысяч человек? А где двое или трое, говорит Христос, собранный во имя Мое, там и я посреди их. Если же двое могут сделать много, то не тем ли более многие? Положим, что ты один имеешь силу, но не столько, как с другими. И почему ты один? Почему не собираешь многих? Почему не делаешься виновником любви? Почему не устрояешь дружбу? Ты не имеешь величайшей славы добродетели. Как зло, сделанное по согласию с другими, более оскорбляет Бога, так и добро, сделанное по согласию с другими, приятно ему. Да, не будешь, говорит Писание, со многими на злобу. Исход 23.2. Все уклонились, сделали сразу непотребными и сделали подобно ликующим в злобе своей. Позаботься приобрести себе друзей прежде домашних своих, прежде всего прочего. Если миротворец есть Сын Божий, то не тем ли более приобретающий друзей, если только примиряющий называется Сыном Божьим, то делающий, примиряющийся друзьями, чего не удостоится. Будем совершать эту куплю, враждующих между собой делать друзьями, соединять тех, которые не враги, не друзья между собой, а между, прежде всех, нас самих. Как тот, кто допустил вражду в своем доме и живет не в согласии со своей женой, не будет иметь доверия, когда станет примирять других, но услышит слова «врач, исцелись сам». Так точно и мы услышим здесь. Какая же вражда у нас? Вражда души с телом, порока с добродетелью. Прекратим эту вражду, уничтожим эту брань, тогда и других будем вразумлять с миром и с великим дерзновением, без упреков совести. Гнев противится кротости, любостяжание противится презрению богатству, зависть противится доброжелательству. Прекратим эту брань. Не изложим этих врагов, поставим эти трофеи, устроим мир в нашем городе. У нас ведь есть свои городы управления, граждане и множество пришельцев. Изгоним пришельцев, чтобы не развратились наши граждане. Да, не входит к нам никакое чуждое, нездравое учение, никакое плоское мудрование. Не видим ли мы, что если кто-нибудь из неприятелей будет пойман в городе, то судится, как соглядаты. Изгоним же пришельцев или лучше не пришельцев только, но и врагов. Если заметим какой-нибудь помысл враждебный нам, но прикрывающийся одеждой гражданина, придадим его начальнику уму. Много у нас таких помыслов, враждебных по существу своему, но прикрывающихся овечьей кожей. Как перцы, сняв свою тиару, шаровары и обувь, и надев другую одежду, употребляемую у нас, остригшись догола и говоря на здешнем языке, под этим внешним видом скрывает свою вражду. А если подвергнешь их пытке, то откроешь скрываемое. Так и здесь. Подвергни тысячи пыток этот помысл, и тогда увидишь тотчас враждебное мудрование. Но чтобы показать вам пример этих соглядатой, из которых дьявол посылает, подсматривает за нами, разоблочим хотя одного из них и тщательно допросим перед судилищем. Если угодно, представим некоторых изоблеченных Павлом, который говорит, что слово премудрости имея, им будем служить, не исполняя похоти плоти. Так, например, дьявол хотел вести ересь жидовствующих. Колосин 2.23. Если бы он стал прямо вводить ее, то никого не убедил бы. Смотри же, как он сделал это. Не нужно, говорит, щадить своей плоти, не прилепляться к пище, но воздерживаться. Вот это любомудрие, это смирение. И ныне еще он вместе с еретиками хотел не извести нас до почитания, твари. Смотри же, как он устроил свой коварный замысел. Если бы он сказал, поклоняйся твари, то был бы обличен. Ну что, Бог, говорит, сотворен. Обличим же его перед судом судей, разумеющих смысл апостольских писаний. К ним приведем его. Они распознают, что проповедь и что пустословие. Многие собирают имущество, будто бы для того, чтобы иметь что подать беднякам. Собирают неправедно. И это также злой помысл. Отвергнем его, обличим, чтобы нам не быть уловленными, но чтобы избегать всех козней дьявола и верно содержать здравое учение. Нам безопасно пройти настоящую жизнь и сподобиться обетованных благ, благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, С которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова